Третья книга Моисеева. Левит. Глава десятая. Сыновья Аароновы, надав Иавиуд, взяли свои кадильницы, положили в них горящие угли, и, добавив сверху благовонные курения, предстали с этим курением перед Господом, используя чуждый огонь, о котором он указания им не давал. И тут от Господа огонь и зашел, пламя его вмиг объяло братьев, и погибли они прямо пред Господом. При виде сего Моисей сказал Аарону, «Вот о чем говорил Господь, когда изрек, Через приближающихся ко мне явлю я святость свою и буду прославлен пред всеми людьми». Аарон хранил молчание. Моисей же позвал Мишаэля и Эльцафана, сыновей Узиэля, дяди Ааронова, и сказал им, «Пойдите и вынесите ваших родственников из святилища за стан». Пошли Мишаэль с Эльцафаном, и, как велел Моисей, отнесли умерших за стан, на их же хитонах священнических, и отнесли. После того Моисей наказал Аарону и другим его сыновьям, и Тамару с Элеазаром, «Волосы на голове в знак траура не держите распущенными, и одежд на себе не рвите, а то и вы умрете». И разгневается Господь на всю общину. «Только братья ваши, весь народ Израиля, могут оплакивать эту погибель от огня, неспосланного Господом. От шатра откровения не должны вы отходить, а иначе смерть. Ведь на вас елей помазание Господнего». И они поступили по слову Моисея. Тогда, говоря с Аароном, Господь сказал ему, «Ни вина, ни напитков хмельных не пейте ни ты, ни сыновья твои, когда вам предстоит входить в шатер откровения, чтобы вам не умереть. И да будет это установлением вечным и непреложным во всех поколениях ваших, дабы могли вы всегда отличать священное от несвященного, нечистое от чистого, и учить всех сынов Израилевых тем установлениям, которые я через Моисея им передал». Моисей же по завершении всех обрядов сказал Аарону и оставшимся его сыновьям и Тамару с Елеазаром. «Хлебный дар, что от даров Господу остался приношение это, берите и ешьте его, пресным ешьте, и непременно близ жертвенника, ибо эта святыня великая. На месте святом ешьте это, как долю свою из даров, что приносят Господу, потому что она тебе и твоим сыновьям причитается. Такое дано мне повеление. И грудину животных возносимую как дар, и бедро как особое приношение, а ты и твои сыновья и дочери можете есть на ритуально чистом месте. Они — ваша доля, которая причитается вам и детям вашим от всего, что приносят сыны Израилевы в благодарственную жертву Богу. И бедро, как особое приношение, и грудину животного как дар возносимый надлежит приносить в жертву вместе с жиром, прежде подняв их, как дар, который пред Господом возносить следует. И это будет так же всегда долей вашей, твоей и твоих сыновей, ибо так повелел Господь. Тут Моисей стал искать козла, предназначенного к жертве за грех, а тот уже был сожжен. Моисей вознегодовал на Итамара с Елеазаром, оставшихся в живых сыновей Аарона, и спросил у них, «Почему вы не ели на месте святом мясо жертвы за грех? Ведь это святыня великая, и дана она вам, чтобы вы брали на себя греховное бремя общины и удаляли его, восстанавливая единение народа с Господом. А вы даже кровь от жертвы не внесли внутрь в осветилище, и там во дворе его того мяса не ели, несмотря на повеление мое». Аарон же в оправдание сказал Моисею, «Приносили и ныне животных в жертву за грех, и всесожжение пред Господом совершили, но ведь видел же ты, что случилось. Если стану я есть сегодня же мясо жертвы за грех, угодно ли это будет Господу?» И согласился Моисей с его доводами. Глава одиннадцатая Господь велел Моисею и Аарону сказать сынам Израилевым, «Из всего скота на земле обитающего вы можете употреблять в пищу только животных, у которых копыта раздвоены и полностью разделены, и которые жуют жвачку, таких есть можно. Но если копыта животных не разделены полностью надвое, и они не жуют жвачку, есть их нельзя. Не ешьте верблюда, потому что, хотя он жует жвачку, копыты его не раздвоены, не чист он для вас. И с доманом тоже. Жвачку он жует, но нет у него раздвоенных копыт, потому и не чист для вас. Не ешьте и зайца. Он тоже для вас не чист, ибо жвачку жует он, но лапы у него не раздвоенные. Равны и свинья, копыта у нее раздвоены и полностью разделены, но жвачки не жует. Не чиста она для вас. Мясо этих животных не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь. Они для вас не чисты. А из живых существ, что в воде обитают, только тех ешьте, у которых есть и чешуя, и плавники. В морях ли водятся они, или в реках, их можно есть. Но все, у которых нет плавников и чешуи, в морях ли, в реках ли, будь то твари, кишащие в мелководье, или иные живые существа, в водах глубоких, они для вас отвратительны. Таковыми отвратительными и должны вы их считать. Не ешьте их мясо и трупами их гнушайтесь. Любое в воде живущее творение, если у него нет плавников и чешуи, должно быть для вас отвратительно. Что да птиц, то вот те, коих надо гнушаться и нельзя есть, потому что мерзкие они. Гнушайтесь орлом и грифом, а также скопой. Не ешьте и коршуна тоже, и сокола всякой породы, как и ворона всякой породы, и страуса, сову, чайку или ястреба разных пород, как сыча, баклана и ибиса, а с ними и филина, пеликана и стервятника, равно как и аиста, и цапли всякого вида, удода и летучие мыши. Все крылатые насекомые, что передвигаются подобно четвероногим, должны быть отвратительны для вас. Однако среди так передвигающихся крылатых насекомых есть такие, которыми можете питаться. Это те, у которых сочленение их лапок позволяет им скакать. Из этих вы можете есть всякой породы саранчу крупную и всякой породы длинноголовую, саранчу всякой породы зеленую и пустынную, тоже всякой породы. А все другие крылатые насекомые, ходящие подобно четвероногим, должны вызывать у вас отвращение. И вот из-за каких животных вы нечистыми можете стать, так что каждый прикоснувшийся к их трупам оказывается нечистым до вечера, и каждый, кто выносит их трупы, должен выстирать одежды свои, он до вечера будет нечист. Нечистыми вы становитесь из-за всякого животного, у которого копыта раздвоены, но не разделены полностью, или которые не жует жвачку. Нечисты они для вас. И тот, кто прикоснется к нему, нечистым станет. Нечисты для вас все четвероногие животные, что ходят на лапах. Прикоснувшийся к трупам таких, до вечера будет нечист. И тот, кто выносит их трупы, пусть выстирает одежды свои, до вечера будет нечист. Нечисты они и для вас. Из тех мелких животных, что передвигаются к земле, приникнув, нечисты для вас крот, мышь и всякого рода ящерица, геккон, варан, саламандра, сцинк и хамелеон. Эти, среди всех передвигающихся по земле тварей для вас нечисты. Если дотронется кто до них, до мертвых, нечист целый день, до вечера будет. Так и все, на что упадет мертвое из названных тварей, будет нечистым до вечера. И сосуд, деревянный любой, и одежда, и любая вещь из кожи или ткани. Тогда каждый, такой нужный в домашнем обиходе предмет нужно положить в воду. Он нечист и станет чистым только после того, как пролежит в воде до вечера. Если же такая тварь попадет внутрь сосуда из глины, то и все, что в нем станет нечистым, и сосуд тот придется разбить. Потому что любая пища, на которую попала вода из такого сосуда, будет уже нечистой. И любое питье во всяком таком сосуде тоже будет нечисто. Все, на что бы не упало, хоть частица, какая от нечистого трупа, станет нечистым. Даже печь и очаг придется сломать, если будут осквернены. Нечистые они станут для вас. Но источник или яма для сбора и хранения воды всегда останутся чистыми. Однако, если кто из людей прикоснется к трупу упавшего туда животного, станет всяк нечистым. Точно так же и с семенем, приготовленным к севу. Даже если и попадет на него что-нибудь с нечистого трупа, останется чистым. Если же семена в воде, тогда хотя бы и часть такого трупа упадет на семя, нечистым становится оно для вас. Если падет какое животное, даже из тех, что идут у вас в пищу, то прикоснувшийся к трупу его до вечера будет нечист. А тот, кто еще и поел мясо павшей скотины, должен будет к тому же одежды свои выстирать, и до вечера будет нечист он. Равно и тому придется стирать одежды свои, кто выносил останки, и он тоже будет нечист до вечера. Все мелкие ползающие твари, которыми земля кишит, нечисты. Не ешьте их. Ничего ползающего на брюхе, на четырех лапах передвигающегося, никаких многоножек, вообще никаких мелких тварей, которыми земля кишит, есть не должно. Это отвратительно. Из-за какой-либо из этих тварей не становитесь и сами отвратительными. Не оскверняйтесь ими, дабы не стать вам нечистыми из-за них. Ибо я, Господь, Бог ваш, поэтому освящайтесь и вы, и будьте святыми, ведь я свят. Не оскверняйте себя ни одной тварью из тех, которыми земля кишмя кишит. Я Господь, и из Египта я вывел вас, чтобы быть для вас Богом. Посему будьте святы, ибо я свят. Таков закон о животных четвероногих, о птицах, о живых существах, что в воде плавают, и о тварях всяких, которые на земле кишат, дабы могли вы отличать нечистые от чистого, и животных, которых можно есть, от тех, коих есть не должно. Псалтырь Псалом 50 Руководителю хора Псалом Давида Когда приходил к нему пророк Натан после того, как Давид овладел Версавией. «Жалься надо мной, Боже, по любви своей неизменной, по великому своему состраданию, изгладь преступления мои. Смой всю вину мою с меня, очисти меня от греха моего. Сознаю я преступления свои, и о грехе своем всегда помню. Против тебя, тебя одного согрешил я, сделал то, что зло в глазах твоих, так, что прав ты в приговоре своем и в суде своем чист. Я с самого рождения порочен, грешник с того времени, как мать зачала меня. Тебе же угодно преданность в самой глубине души, и ты желаешь все самое сокровенное во мне мудростью своею озарять. Очисти от греха меня и сопом своим, стану чист я, омой меня, белее снега буду. Дай услышать мне о прощении, обрести эту радость и счастье. Сокрушил ты меня, но обрадуй же вновь. Отвернись от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое, сотвори во мне Божие, и дух в искушениях стойкий во мне обнови. Не прогоняй меня от себя, не лишай меня духа своего святого. Возврати мне радость спасения в тебе и мою готовность повиноваться тебе. Укрепи. Стану тогда отступников учить путям твоим, и грешники к тебе обратятся. «Боже, Бог, спаситель мой, избавь меня от вины за кровь пролитую, дабы мог я, ликуя, восславить избавление тобой дарованное. Открой уста мои, Господи, я восславлю тебя. Принес бы я жертву тебе, но ты ее не желаешь, и всесожженье тебе не угодно. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного, кающегося, ты не отвергнешь, Боже. По милости своей сделай Сиону благо, и стены Иерусалима вновь возведи. Возрадуешься ты тогда жертвам подобающим, всесожжением и жертвам тебе всецело посвященным. Тогда возложат тельцов на жертвенник твой. Деяния апостолов Глава двадцать вторая Братья и отцы, послушайте, что хотел бы я сказать вам сейчас в свое оправдание. Когда они услышали, что он говорит по-арамейски, они и вовсе утихли. Я иудей, продолжал Павел, родился в городе Тарсе, что в Киликии. Воспитывался я в этом городе, учился у Гамалиила и был научен строгому исполнению отеческого закона. И с таким же рвением служил Богу, как и вы сегодня. Я преследовал и смерти предавал всех приверженцев этого пути, как ложного учения, связывал и бросал в тюрьмы как мужчин, так и женщин. Свидетели мне в том, первосвященник и весь совет старейшин. У них я взял письма к братьям в Дамаск и отправился туда, чтобы оттуда всех сторонников этого нового учения вести как узников для наказания в Иерусалим. И вот, что произошло со мной на пути. Когда я приближался к Дамаску, около полудня внезапно меня озарил яркий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» «Кто ты, Господи?» спросил я. «Я Иисус Назарянин, которого ты преследуешь», ответил он мне. «Спутники мои, свет видели, но голоса говорившего мне не слышали». «Что мне делать, Господи?» спросил я. «Встань и иди в Дамаск», ответил мне Господь. «Там скажут тебе все, что тебе надлежит сделать». «От яркости света того я ослеп, и спутники мои за руку привели меня в Дамаск». Некий Анания, человек, свято соблюдающий закон и глубоко уважаемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне. Он стал рядом и сказал, «Брат Саул, пусть же вернется к тебе зрение». И тотчас открылись глаза мои, так, что я смог видеть его. Он же продолжил, «Богом отцов наших суждено тебе узнать волю его, увидеть праведника и услышать голос из его уст для того, чтобы ты стал свидетелем его перед всеми людьми и поведал им о том, что ты видел и слышал. Тогда к чему же медлить? Встань, прими крещение и призвав имя его, о мой грехи твои. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, мне было видение. Увидел я его, говорящего мне, поспеши покинуть Иерусалим и сделай это немедленно, потому что не примут они твое свидетельство обо мне. Господи, ответил я, они же знают, что я шел из синагоги в синагогу, заточая в тюрьмы и избивая верующих в тебя. А когда проливалась кровь свидетеля твоего Стефана, я, одобряя это, тоже стоял там истерек одежды убивавших его, тогда Господь сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко, к язычникам. Его слушали до тех пор, пока он не сказал этого. Но тут подняли крик. Пора кончать с ним, нельзя его оставлять в живых. Они кричали, размахивали одеждами, пригоршнями бросали пыль в воздух. Тогда трибун велел увести Павла в крепость и приказал сечь его плетьми, чтобы дознаться, по какой причине на него так яростно кричали. Когда же его для бичевания привязали ремнями, Павел спросил у находившегося при этом центуриона, имеете ли вы право бичевать римского гражданина, да к тому же без суда и следствия. Услышав это, центурион пошел к трибуну и сказал ему, что ты собираешься делать, ведь человек этот римский гражданин. Трибун пришел к Павлу и спросил его, скажи мне, ты на самом деле римский гражданин? Да, ответил Павел. Мне же, удивленно заметил трибун, это гражданство стоило больших денег. А я родился римским гражданином, сказал Павел. Собравшиеся пытать его тотчас же подались назад, и сам трибун испугался, узнав, что заковал в цепи римского гражданина. На следующий день, желая выяснить, в чем иудеи обвиняют Павла, трибун велел снять с него цепи и приказал собрать первосвященников и весь Синедрион, а затем вывел Павла и поставил его перед ними. Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Корректор Корректор